Безопасность превыше всего. Именно этим принципом руководствовались в нынешнем году организаторы ЕГЭ. Маски, перчатки, дезинфекторы и, конечно же, социальная дистанция. Все эти правила не раз проговаривали на инструктаже для организаторов, среди которых учителя из разных школ. Да и сама процедура экзамена претерпела изменения в связи с эпидемиологической ситуацией. Уменьшилось количество участников в аудиториях от 5 до 10, не более, в зависимости от аудитории. Расположение детей на социальной дистанции соблюдается как на территории всего пункта, так и в аудиториях. Это относится и к учителям, организаторам этого экзамена, и к детям, участникам экзамена. Новшество в том, что аудиторные организаторы не выходят во двор встречать своих ребят. Они встречают их уже у дверей аудитории, помогают им расположиться. В этом году впервые ЕГЭ по русскому языку сдавали в течение двух дней. Это сделано специально, чтобы разгрузить кабинеты и снизить угрозу заражения детей. Более того, выпускники нынешнего года сдавали этот предмет по желанию. А ведь раньше он входил в число обязательных. Особенности этого года таковы, что в этом году ЕГЭ сдают только те учащиеся, которые будут поступать в высшие учебные заведения. Так как аттестаты об окончании школы дети все уже получили в этом году. Мы понимаем, что в этом году особые эпидемиологические условия. Поэтому во всех пунктах проведения экзамена в нашей республике созданы все условия для сохранения здоровья всех участников проведения единого государственного экзамена. Несмотря на усиленные меры безопасности, выпускники школ и среднепрофессиональных учреждений в этом году настроены оптимистично. Многие поначалу немного волновались. Но пройдя все регистрационные процедуры, быстро настраивались на рабочий лад. В этом году я решила сдать русский язык, потому что русский язык это обычный основной базовый предмет. То есть он тебе пригодится? Пригодится. Готовилась я на скорях. Особо не нервничала, но под конец так немножко потряхивать начала. Но думаю, будет все в порядке. Всего в этом году в Карачао-Черкесии организовано 15 пунктов приема экзамена, в которых оборудовано 32 дополнительные аудитории. В общей сложности ЕГЭ по русскому языку в нашей республике сдавали порядка 2000 учеников. Мадина Лайпанова, Радамир Князев, Архэс 24.